Хочешь интересно провести время и выиграть подарки? Тогда смотри семейный квиз 7 на 9 прямо сейчас. Добрый вечер, дорогие телезрители! Всем привет! Очередной жаркий день мы с вами пережили, а значит в компании прохладительных напитков, вентилятора и семейного квиза 7 на 9 вам предстоит встретить этот вечер. Но поверьте, наши задания не менее жаркие, поэтому давайте начинать. Три, два, один, поехали! Семейный квиз 7 на 9 все так же призван собрать всю семью в одном месте, усадить у экранов телевизоров и предложить вам сыграть в интеллектуальную развлекательную викторину. Мы задаем вопросы, вы заходите в нашу официальную группу Девятка ТВ Кира Вконтакте и в раздел сообщения присылаете свои, на ваш взгляд, правильные ответы. Естественно, все не просто так. Ведь самых лучших мы будем награждать чем-то вкусным, полезным и очень приятным. Такая же вкусная, полезная и очень приятная женщина расскажет вам о призах. Ирина, встретим! Очень странное описание. Мне кажется, если бы я услышала это, то представила бы явно не себя. Но мне сегодня есть чем вас удивить и чем вас порадовать. Внимание, только вдумайтесь, призовой фонд сегодняшней нашей игры порядка 5000 рублей. Вот правда. То есть все, что сейчас находится передо мной, мы оценили именно в такую сумму. А все почему? Потому что сегодня за первое место мы готовы подарить вам сертификат на один час игры в новой VR-арене, которая называется Metaverse 43. Это один час игры на четырех человек и вот такой сертификат, его номинал 3200 рублей. Просто задумайтесь, какой сегодня ценный подарок мы готовы вам подарить. Что же это такое? Это новая для нашего города VR-арена. Это огромная площадка площадью 350 квадратных метров. И там вы не играете какими-то персонажами, там вы сами являетесь персонажами игры. Если вы хотите побывать на Марсе, оказаться в секретном бункере или походить по городу будущего, то вам точно нужно посетить эту VR-арену. Выигрывайте сегодня наш сертификат, объединяйтесь командой, возможно, той как раз-таки командой, которой вы сегодня играете и бегом на Metaverse 43. Они вас ждут. Это сертификат мы подарим за первое место. Ну а за второе и третье не менее классные подарки это вот эту корзину мясных деликатесов от нашего друга и партнера, от нашего традиционного помощника в том, чтобы вас накормить. Это сеть фирменных магазинов Дороничи. Вот это мы разделим сегодня между вторым и третьим местом. И, кстати, небольшой такой спойлер. Здесь сегодня есть новиночки. Что-то новенькое для нашего мясного набора. Поэтому точно, однозначно сегодня нужно играть. Точно, однозначно нужно сегодня пытаться выиграть. Я верю в вас, в ваши силы. Но нам пора начинать раунд. Хлеб и зрелищ, как говорится. Поехали. Первый раунд. Разминка. Разминка. Раунд-разминка. Самый простой и легкий раунд в нашей игре. Четыре вопроса, четыре варианта ответа у каждого. И 30 секунд для того, чтобы прислать нам ваши правильные ответы. Незамедлительно начнем с первого вопроса. Итак, поехали. Какой из этих видов смеха обычно характеризует эпитетом гомерический? Хохот, хихиканье, смешок или гогот? 30 секунд у вас есть, чтобы дать ответ на этот вопрос. А мы напомним, что баллы вы в нашей игре можете зарабатывать не только отвечая на вопросы, но и присылая свои фотографии того, как вы проводите время за игрой в квиз 7 на 9 под постом, который закреплен в нашей официальной группе. Снимайте всю семью, снимайте отдельных его членов, присылайте нам важно и интересно знать, в каком настроении и состоянии самочувствий вы проводите этот вечер. Да, кстати, котики и собачки тоже приветствуются. Такой опыт у нас тоже был. Невероятно интересно смотреть за вашими домашними питомцами. За каждый, точнее, каждый, кто пришлет фотографию, получит дополнительные 0,5 баллов, что в процессе игры очень играет большую роль. Все верно. Ну а мы перейдем ко второму вопросу разминки. Какая дама описана у Антона Павловича Чехова? С прицепом, с собачкой, с жилплощадью или пик? 30 секунд. Если честно, вот мы сейчас начали тему фотографий, мне бы, наверное, было интересно посмотреть, как наши победители распоряжаются со своими подарками. Точно. То есть, например, я бы с удовольствием посмотрела, как победители, которые забирают мясные деликатесы, применяют их в быту. То есть, ну не знаю, фотографию за бутербродом с колбасовой. Рецепты. Или какие-то рецепты салатов или горячих блюд. Это на самом деле очень полезно, потому что те, кто выиграют, допустим, первый раз и заберут такой подарок себе, уже точно будут знать, что делать. Нет, поверьте, мы уверены в том, что вы применяете их так, как нужно. По назначению. По назначению. Просто хочется видеть больше счастья, больше счастливых лиц и больше эмоций от тех людей, кто у нас побеждает. Все верно. Почему-то так. Вопрос номер три. Что такое или кто такой реполов? Это репер, это сорняк, это пепетитца или овощ? 30 секунд. О, овощ. Какое сложное и необычное слово. Реполов. Реполов. Действительно необычное. Ну, это если бы Хогвартс находился в России. Так. Вот где-нибудь в районе нашего дачного участка. Так. Там бы ловили не снич, а репу. То есть репой бы кидались, на метлах бы летали, на гроблях. Ну, кстати, в этом году репа как-то плохо растет. Да и слава богу. В прошлый год кабачки хорошо росли. Куда они делись у нас? Да и лучше не зная об этом. Там-там. Пам-пам. Вопрос номер четыре. В каком море находится остров Кипр? Адриатическое, мраморное, Средиземное или Эгейское? 30 секунд. Ну, кстати, про фотографии-то я все еще хочу немножко продолжить. То есть обещайте мне, пожалуйста, наши дорогие телезрители, наши дорогие игроки, что те, кто выиграет вот этот сертификат сегодня, обязательно вы поделитесь с нами эмоциями, впечатлениями и фотографиями. Потому что я сама, как только начала изучать вообще про эту VR-арену, поняла, что я бы с удовольствием сходила, поиграла бы в большой компании. Это, правда, интересно. То есть в чем отличие именно этого клуба? Потому что это не клуб, где все сидят и играют статично. Это огромная арена, на которой ты ходишь, можешь друг с другом соревноваться и при этом быть вообще в какой-то другой параллельной виртуальной реальности. Всегда приятно, когда в нашем городе появляется что-то новое, особенно такого масштаба и такого уровня. Первое место мы уже завидуем вам. Кстати, я не рассказала, где они находятся. Торговый центр «Время простора». Поэтому если вас заинтересовало, но вы сегодня с нами не играете, а просто являетесь наблюдателями, то вам туда. В следующий раз, когда ты пойдешь за недельными покупками, я, пожалуй, там проведу этот час. Ты будешь виртуально набирать продуктовую корзину. Виртуально набирать продуктовую корзину. Давайте перейдем к правильным ответам на вопросы раунда «Разминка». Итак, первый вопрос, первый ответ. Хохот является гомерическим, хотя... 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 Нет, только хохот. Все остальное... Про все остальное нельзя так сказать. Вопрос номер два. Правильный ответ. Дама с собачкой была у Чехова. Хотя, я, насколько знаю, она была еще и с прицепом. Вопрос номер три. Птица. Именно вот птицей является риполов. Сейчас мы узнали с тобой больше, как и наши телезрители. Вопрос номер четыре. И, секундочка, географии Средиземное море. Пригодилась география, пап? В очередной раз. В очередной раз. Ну, а вам сейчас пригодится очередной раз большой запас вашей логики. Берите всех в кучу, потому что раунд «Где логика» прямо сейчас. Самый необычный и нестандартный раунд нашей игры – раунд «Где логика». Сейчас вы увидите четыре вопроса, которые будут состоять из картинок, фотографий, изображений, которые все вместе будут скреплены логикой гены и загадывать что-то. Строчку из песни, название произведения или крылатое выражение. Вам нужно будет за 45 секунд разгадать эту шараду, эту загадку и написать нам ваш правильный ответ. Ну, поехали, тогда будем соревноваться с моим логикой. Давайте, первый вопрос. На экране известная фраза «45 секунд». Да, друзья мои, многие, наверное, помнят прошлый эфир. Да. Наши постоянные зрители. Ирина обещала, обещала, что в этот раз раунд, где логика будет создан ей. Но ввиду отсутствия свободного времени, она приняла участие в создании этого раунда. И мы даже покажем вопрос, который она создала. И, естественно, ждем реакцию на всю игру. Покажем? Ты его добавил? Конечно. Ничего себе. Я с него начал, в буквальном смысле. Нет, начал ты вообще с чего-то другого. Создавать. Создавать раунд. Но я вам немножечко шепну, что раунд 100 к 1 сегодня составляла я. То есть я обещала к этой игре составить 100 к 1 и составить где логику. Вот 100 к 1 сегодня полностью моего авторства. Поэтому помидоры от экранов не судите строго. Я даже бы... Мы, наверное, прогоним весь раунд где логика. А потом, перед тем, как правильные ответы написать, мы, наверное, попросим комментарий прислать, какой вопрос был составлен тобой. Хорошо, давай так. Давай вот такую зависту тайны поместим. Вопрос номер 2. На экране фраза из фильма. 45 секунд. Пошли. Все? Все. Я не могу больше рассуждать. Я же буду подсказывать. Почему? Ну, можешь подсказывать. Вот первая картинка – это, например, труба, из которой льется вода. То есть пробила трубу. Пробила трубу. А это иний на ней? Это, да, иний. Ну, скорее всего, труба была зимой пробита. Скорее всего. Очень любопытно. Скорее всего. То есть как бы по одной картинке мы можем отследить вообще ход. Это, скорее всего, дом где-то года 1986, где коммуникации уже, ну, такие себе. И по весне они могут трубы просто лопнуть. Поражают твои познания. Вообще абсолютно ненужная информация у тебя в голове. А вот что-то нужное, что тебе жена говорит, ты не усваиваешь. Ну, что, например, я не усвоил? Давай к третьему вопросу. Перейдем к третьему вопросу. Усвоил. Фразеологизм загадан здесь. 45 секунд, а мы продолжим, наверное, с тобой рассуждать. Я вот хочу порассуждать на какую тему. Когда я вижу в раунде, где логика, очень много картинок от тебя, да, ну, как бы вот в одном вопросе, я думаю, боже, как это сложно, когда много картинок. Но когда я вижу в раунде, где логика, две картинки, мне кажется, что это вообще просто невыносимо. То есть это еще хуже, это в разы хуже. То есть тут совсем вообще как будто бы нет подсказок. Всего две картинки, и ты крутишься и вертишься. То есть есть такие вопросы, как в прошлый раз, например, с ног на голову, когда был носок, показанный шляпа только. А другое дело и этот фразеологизм, где все предельно ясно и понятно должно быть. Ну, хорошо, будем надеяться. Ну и давайте четвертый вопрос тогда посмотрим скорее. Итак, строчка из песни. 45 секунд пошли. Хочется петь. Хочется петь. Как будто раунд музыкальный совсем скоро уже. Ну, раунд музыкальный совсем скоро. Ну и тут у нас вопросик с музыкой. С музыкой и с прогнозом погоды. И с бюро новостей Давича. Все верно. А также вот мимоходом тут залетел Моргенштерн. Откуда ни возьмись. Я бы, наверное, если увидела фотографию, которая слева, вот фотографию Моргенштерна, я бы его, наверное, не узнала. Можно даже подумать, что вот, ну, как бы, это развитие журналиста. То есть вот в таком состоянии он вел прогноз погоды. А вот уже такой, как Катя, например, он может, эпатажный такой, эпатажный и обученный. Он может вести бюро новостей Давича. Ну, может быть. Это не каждому дано. Моргенштерну не дано. Где он и где Катя? Ну, если нас вдруг смотрит Катя, Катя, тебе привет. Если нас вдруг смотрит Моргенштерн, то привет тебе. Ну, на всякий случай вдруг. Не передавай ему привет. Он слишком хорошо себя чувствует. Ну, я не знаю ничего о нем. Лично не надо. Друзья мои, мы не будем говорить. Мы скажем в конце программы, какой именно вопрос был придуман Ириной. А пока ждем от вас вариантов в комментариях. Пишите скорее. На всякий случай мы сейчас покажем вопросы еще раз с ответами. И напишите, пожалуйста, какой. На всякий случай. Так бы мы этого не сделали, конечно, ни за что. Уж очень хочется перейти к музыкальному раунду. Но все-таки ответы. Давайте. Поехали. Первый вопрос, первый ответ. Это фиаско, братан. Ну, понятно же все. Вопрос номер два. О, тепленькая пошла. Из... Ну, ирония судьбы. Ирония судьбы и с легким паром. Ну, я всячески подсказывал про трубу и воду. И тепленькую. А подиум, это и так понятно. Вопрос номер три. Рукой подать. Две картинки, два слова. Вот о чем я тебе и говорил. Никаких дополнительных местоимений, междометий, ничего нет. Два слова, две картинки. Вопрос номер четыре. Давай споем тогда. Давай. Это был прогноз погоды после выпуска новостей. Вот и таким вот классным образом мы переходим к раунду музыкальной. Но очень хочется, конечно. Но перед этим небольшой, маленький, совсем такой коротенький, но очень важный рекламный ролик. Не переключайтесь. Михаил Полицимака и Александр Гутин в Кирове с проектом «Внезапное чтение». Не по-детски смешные воспоминания о нашем и вашем детстве. В программе «Спасибо, Джон». Мы все помним. Гвядская филармония. 28 августа в 17.00. Билеты на кассы.ру. Раунд музыкальный в нем будет четыре музыкальные композиции, которые будут загаданы разными способами. Вам нужно будет за 30 секунд их отгадать и написать нам. Но если вы успеете в это время еще повеселиться, потанцевать или спеть, то это будет просто прекрасно. Начнем мы традиционно с песни, которую мы перевернули задом наперед и дадим вам прослушать. Угадайте, пожалуйста, какая песня звучит задом наперед. 30 секунд пошли. А ты точно перевернул? Движения не такие должны быть, тут вот эти. Ну? Что? Шаолинь? Фильм, нет. Восточные фильмы вот эти вот. Может быть. Индийские фильмы. Эндяусь, эндяусь. А мне показалось, что песня звучит точно так же, как в ней перевернутая версия, как оригинал. Да, мне тоже кажется, что с каждым выпуском раунд музыкальный становится все проще и проще. Нет, я тебе не про это говорил. Надо усложнить его. Я полностью с тобой согласен. Мы понимаем друг друга с полуслова. Поверьте, столько лет мы вместе, поэтому... Сколько? Сколько. Вопрос номер два. Кавер на песню. Тридцать секунд пошли. Мелодичный. Ты сама-то помнишь, сколько лет мы вместе? Конечно, помню. Сколько? Ну вот и скажи, я тебе скажу, правильно сказал ты или нет. С 2008-го. Сколько лет ты? 14. Удивительно, но ты прав. Ты меня не подловишь. Это, знаешь ли, в первые годы знакомства можно было мне даты называть, которые я не мог запомнить. Интересно, что ты мне ответил сразу. Тебе нужно было секунд 30-40, пока играет музыка, чтобы вспомнить. Нет. Ладно. Ты даже думать не стала, ты просто согласилась со мной, потому что ты сама не помнишь. Да, конечно. Не всегда был спор, восьмой или девятый год это был, но я-то помню, что восьмой. Хорошо, давайте вопрос зададим, а потом порассуждаем. Следующий вопрос, где нужно разгадать песню по смайлам и модзи. Тридцать секунд пошли, ну а мы с тобой продолжим. Какого числа мы начали с тобой встречаться? Ну слушай, ну что уж ты. У нас две версии просто, две версии. Четвертая мая или 27 мая. А, третья появилась. Я вообще не понимаю, откуда 27 мая просто взялась. 27 мая, потому что... Да, потому что четвертая. Вот так вот и будем жить. Напишите в комментариях, какого числа мы начали встречаться. Да, действительно. Пожалуйста, пожалуйста. Такая, знаешь, семья из соцсетей. Голосование еще сделать. Вопрос номер четыре. Многими любимый, многими ненавистный. Но тем не менее, он греет наши сердечки. Поэтому продолжите песню, послушаем какую. Что отличает вас сегодня от других? Быть может и сегодня, быть может и сегодня. Что отличает вас сегодня от других? Быть может и сегодня, быть может и сегодня. Быть может и сегодня, быть может и сегодня. Вот тебе интересно самой? Нет. Быть может и сегодня, что? Мы предложим варианты ответов, естественно. Лучше, хуже, нуже. Или мы так и не узнаем, что. 30 секунд. Радуют меня современные композиции. Хотя, среди подборки, во время подготовки этого раунда, прослушал несколько музыкальных композиций из подборки ВКонтакте. Чат новых имен. Есть действительно стоящие треки, причем нашел сходство с такими исполнителями, как «Добро», например. Есть стоящие треки, но о них мы не узнаем, да? О них мы не узнаем, потому что здесь только самый сок, самый идиотизм современной эстрады. «Квиз 7 на 9». «Квиз 7 на 9» и вы вместе с нами. Спасибо, что не выключили ее. Музыкальный раунд подошел к концу. Давайте споем все песни, которые мы с вами слушали во время того, как мы задавали вопросы. Итак, первая песня и это... «Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, 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 я крестника». «Небо очень далеко, ой, так далеко, не дотронуться руками». А не высоко разве? И высоко, и далеко. И высоко, и далеко. Ну, как бы это, смотря в какой проекции смотреть на него. Вопрос номер два. И здесь у нас... «Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества». Этим девушкам, чувствую, как бы не очень повезет по жизни. Если в оригинале исполнителя была прям динамика, прямо девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества. А это больше, знаешь, про таких девушек из высшего общества бальзаковского возраста, у которых множество котов вокруг. И некуда торопиться. И им сложно избежать одиночества. Вопрос номер три. Песня в смайлах и модзи. «Ай-яй-яй-яй, девчонка». Гениально. Класс. Нравится? Вопрос номер четыре. И узнаем, что же там за продолжение было. Это грустная песня, потому что так хотелось узнать, но мы так и не узнали. На этом раунд наш музыкальный заканчивается. Я даже переспросила Геннона, точно скинул в ответы нужный музыкальный файл. Там нет продолжения. Там нет продолжения. И он с грустью ответил, да, так и есть. Он меня разочаровал. Надеюсь, что... Исполнитель? Да. Все, ладно. Исполнитель тебя разочаровал. Мне хочется узнать, ты сегодня, ты сегодня... Все, потом, может быть, в куплете есть ответ. Хорошо. Ты сегодня придумала раунд «Сто к одному». Да, и прямо сейчас скорее раунд «Сто к одному» начинаем. Раунд «Сто к одному» – раунд, в котором нет правильных ответов. А есть только наиболее популярные, по вашему мнению, наши уважаемые зрители. Сейчас мы зададим вам четыре вопроса. Вам нужно будет в вашей команде посовещаться или подумать самому, какой ответ наиболее подходит к данному вопросу. Написать нам ваш вариант ответа. Мы составим турнирную таблицу и наиболее популярным присвоим 3, 2 и 1 балл соответственно. Ну и давайте посмотрим. Немножко волнуюсь, давайте начинать. Давайте посмотрим, что же приготовила для вас Ирина в раунде «Сто к одному». Первый вопрос. Назовите самый острый предмет. 30 секунд. Сразу мне сейчас, кажется, возненавидят. Ну, а я знаешь, что поняла, когда ты озвучивал ответы раунда музыкальные? Что, наверное, сегодня ты нашел кавер, который тебе нравится меньше, чем оригинал. Да. Представляешь? Хотя он под настроение. Вот он является... Да какое настроение может подойти и настроить? Он является саундтреком к сериалу «Сестры». И, возможно, в контексте этого сериала он идеально звучит. Ну, все, может быть, конечно. Вот. Такая история. Вопрос номер 2. Вопрос номер 2. Что может быть дальним? 30 секунд. Вот смотрите, я когда готовлю раунд столько одному, я какими-то своими переживаниями делюсь. О чем ты думала, когда создавала этот вопрос? Я думала о том, что должны быть разнообразные варианты ответа, но при этом их должно быть не миллиард. У меня так же точно. Ни одного вопроса нет, на который мог бы быть миллиард ответов. Так, конечно, бывает. Нет, ни разу не было. Ну, посмотрим на следующей игре. Давай тогда здесь обсуждать, что он не может быть дальним. Восток? Вопрос номер 3. А зачем? Чем обмениваются при расставании? 30 секунд. Ну, классные же вопросы. Обалдеть просто. Где искренность-то вообще твоя? Куда она убежала? Чем обмениваются при расставании? Ну? Явно не рукопожатиями. Хватит подсказывать. Почему явно нет? Явно не... Не надо. Все. Не автотранспортом. Ну, это хорошо, ладно. Книгами? Деньгами. Скидываются за стол. Обмениваются. Обмен деньгами. Вопрос. Вот у меня сотка мятая. На, держи, отдай мне мою новую. Вопрос номер 4. Какая самая нужная профессия в деревне? 30 секунд. Неожиданно? Очень неожиданно. Очень неожиданно. Все-таки сельхоз не вывести из человека. Человек может выйти из сельхоза, но сельхоз из человека не вывести никак. А самая ненужная профессия в деревне какая? Самая ненужная. СММщик. СММ-специалист. Ну, это зависит от деревни, на самом деле. В некоторых деревнях ловит. Интернет и единственный ларек с хлебушком нуждаются. Мне кажется, клининг еще услуги не очень популярны. А там СММ-специалистами являются бабушки, которые знают все слухи. Ну, это другая немножко подкатегория. Это тоже самое. Современным языком разговариваем с тобой. Ну, хорошо. Все, наша игра подошла к концу. Нам осталось только вам напомнить о том, что совсем скоро в нашей группе ВКонтакте вы увидите результаты нашей сегодняшней игры. Мы объявим победителей, которые займут три призовых места, а также наиболее популярные варианты ответов раунда 100 к 1. Сегодня вы боролись. Второе, третье место получит вот эту корзину мясных деликатесов. Разделит ее, ну, хотелось сказать пополам, но это не пополам, потому что, конечно же, второму месту достанется чуть больше. Тут сегодня есть новиночки. Ну, а первое место заберет на всю свою команду родственников или друзей, или просто приятелей вот такой сертификат в Metaverse 43. Это классное новое место, VR-арена в нашем городе, которое находится в торговом центре «Время простора». Поэтому выигрывайте сертификаты у нас, либо просто приходите туда проводить время вместе. Также напомню о том, что у нас в группе ВКонтакте запущен розыгрыш двух билетов на классное мероприятие, которое состоится 28 августа. Это внезапное чтение с Михаилом Полицеймакой и Александром Гутиным. Поэтому попытайте удачу и выиграйте билеты на очень культурное и очень необычное мероприятие в нашем городе. Ну и последняя информация на сегодня. Раунд, где логика. Вопрос, который придумала Ирина. Это фраза, точнее строчка из песни. Надеюсь, вы догадались об этом. Это был прогноз погоды после выпуска новостей. Ну а нам пора с вами прощаться до следующей недели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok